Школьное питание, обеспечение безопасности подрастающего поколения и здание учебников Министерства образования и науки презентовало проекты, реализованные в году прошедшем и получившие продолжение в 2019. Такая площадка очень важна, потому что люди приезжают с разных концов нашей страны, у них есть возможность обменяться мнением, у нас есть возможность показать им те направления работы, которые наметило, скажем, Министерство образования, чтобы они все были в курсе, чтобы они поехали и на местах уже, скажем, информировали всех наших руководителей образовательных организаций. В 2013 году Всемирная продовольственная программа ООН в Кыргызстане по предложению правительства нашей страны и при грантовой поддержке правительства Российской Федерации приступила к оптимизации национальной программы школьного питания. Наше государство в сравнении со многими другими странами, оно выделяет из госбюджета деньги на питание детей первых и четвертых классов, что очень гордимся этим фактом. Но, чтобы улучшить все-таки питание, вот здесь мы демонстрируем, что если бы предоставляется в школах стакан чая, где-то пряники и булочка, то мы уверены в том, что и практика показывает, что на эти деньги можно организовать более лучшую горячее питание. В связи с этим мы разработали совместно с Министерством образования и науки, а также с Министерством здравоохранения, мы разработали целый сборник рецептур. Наш сборник состоит из 146 меню, которые получили одобрение от этих двух министерств и сегодня на практике мы их используем. Мерси Кор в Кыргызстане уже более 15 лет помогает организовывать программу горячего питания в школьных и дошкольных учреждениях, образовательных учреждениях. И мы очень тесно сотрудничаем и с Министерством образования, и с Министерством здравоохранения для того, чтобы учитывать все международные стандарты и по питанию, и по санитарии, и гигиене, и организовать на правильном уровне горячее питание для детей младших классов с 1 по 4 класс. Основной фокус у нас на дальние, отдаленные школы, расположенные в высокогорных районах, в дотационных районах. Безопасная образовательная среда – физическая, психологическая и экологическая. Дети должны обучаться в чистых, тёплых и безопасных школах. Однако до сих пор в некоторых образовательных учреждениях нет питьевой воды, отсутствует вентиляция и энергоэффективность, а туалеты находятся на улице. Эти факторы оказывают отрицательное воздействие на здоровье детей, утверждают специалисты. По физическому аспекту у нас получается отобраны 11 пилотных школ во всех регионах страны, особенности в сельских районах, приграничных районах. И в данных школах проводятся определенные мероприятия по улучшению образовательной среды. То есть, например, один из примеров, во многих школах, мы в пилотных школах, в регионах мы заменили освещение, то есть правильное освещение, какое должно быть в классах освещение. По данному вопросу мы разработали определенные материалы визуальные, которые показывают, например, по освещению, сколько люксов должно быть, какое правильное освещение, какое оборудование надо использовать. Например, даже и при строительстве школ безопасные материалы. В психологической безопасности у нас предусмотрены мероприятия по ненасильственному, толерантному поведению учащихся, то есть взаимоотношения учащихся между собой, учащийся и учащийся учитель. То есть по данному аспекту у нас тоже проводится очень много мероприятий, тренингов, круглых столов. В рамках экологической безопасности мы, наши эксперты, группа экспертов для школ разрабатывают специальные пособия также и специальные модели озеленения при школьной территории и внутри школы. И специальные экологи приезжают и, например, в эти пилотные школы рекомендуют и непосредственно работают с компаниями, которые предоставляют свои услуги по озеленению. Большое значение в системе образования уделяется дошкольным учреждениям. Воспитатели некоторых детских садов самостоятельно изготавливают методические материалы из подручных средств. Здесь ни одного покупного материала. Все эти демонстрационные материалы сделаны воспитателями совместно с детьми из натурального войлока и многофункциональной. Например, вот ежик у нас. Здесь и развитие мелкой моторики, и сенсорика, и вместе с совместно с детьми, и развитие речи. Все эти демонстрационные материалы делали воспитатели совместно с детьми. Многоязычное образование и развитие государственного языка надо начинать с детских садов. И на сегодняшний день 18 детских садов Ленинского района и 15 детских садов Первомайского района реализуют программы многоязычного образования. Министерство образования размещает заказ на поставку основных учебников. И эти учебники мы полностью разрабатываем с нуля, опробируем, проводим через все экспертизы, ученые советы. И затем только тиражируем для школ. Охрана окружающей среды, экологическая безопасность также представлены в проекте образования. В Ботаническом саду имени Гореева проводятся ознакомительные экскурсии для учеников. Школ с целью приобщения подрастающего поколения к изучению и бережному отношению к природе. В плане, чтобы охрана окружающей среды, им надо разничать даже в садиках, и что надо обращаться, бережно обращаться с растениями, что растения очищают воздух, выделяют кислород, что территория за счет деревьев очищается. Вот это вот самое главное, они понимают. Организация школьной среды, она бы формировала в школьниках, которые станут в счете взрослых людьми, она бы формировала у них отношение к миру, такое отношение к миру, которое их ориентировало на такую деятельность, на такие меры, которые бы делали безопасным существование не только человека в этом мире, но и всех живых существ в этом мире. Большой интерес у участников мероприятия вызвала презентация, связанная с техникой и роботостроением. По словам руководителей проекта, многие представители молодежи проявляют интерес к новым инновационным методам технологии. Дети проходят 15 модулей за все время. Модули робототехника, аэрокосмическая инженерия, морская инженерия, химическая, промышленная, программирование и так далее. Чтобы в нашей стране, в Кыргызстане появились ученые-изобретатели, им важно эти модули освоить, эти науки взять, получить. Кроме выставки образования и презентации цифровых проектов Министерства образования и науки, были вручены призы директорам школ за организацию лучшего питания, победителям и участникам международных олимпиад, их учителям и тренерам. Я пять раз участвовал на олимпиаде, три раза на Менделейском и два раза на мировых олимпиадах. Из пяти я занял два бронзовых медалей и один похванилист. Совместно с Министерством выработали концепцию развития технического образования, которые отправили по всем регионам, для того, чтобы и в школах, во всех регионах занимались, потому что вы сами понимаете, что экономика наша может подрасти только при техническом образовании. Сегодня награждали в основном-то олимпиадников, которые занимали по естественно-техническим, естественным наукам. Это математика, физика, информатика. У нас очень много занимается детей, начинается где-то около двух тысяч детей, которые ходят в различные кружки, объединения, секции. И естественно, у нас есть такие кружки, как информационная школа, есть робототехники. Мы не только занимаемся детьми, но и занимаемся преподавателями для того, чтобы их сейчас специальных преподавателей для таких дополнительных образований никто не готовит. Естественно, мы должны сами набирать, растить свои кадры. Качественное образование – основа развития общества, проекты, представленные на выставке, цель которых – улучшение уровня грамотности школьников, продолжат свою работу отвечающим требованиям современной системы образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова